друзья мои всем привет очень рада что вы заглянули ко мне на канал как вы уже поняли у меня сегодня распаковка распаковка посылки которую я получила от арт блонг сейчас мы с вами вскроем коробочку очень люблю это дело обожаю поэтому давайте это сделаем вместе заказала кое-что новенькая и пополнила свои запасы нужно взять ножницы упаковка у ребят просто на ура поэтому сложнее как взять сразу и открыть сейчас я все это дело разрежу и мы с вами откроем коробочку заветную так как видите коробочка достаточно большая будем смотреть что уже там я получила вот такие вот сверточки смотрите каких а ничего себе смотрите что я вижу подарок какой потрясающий глиттер боже мой блин он так переливается но на камеру я этого показать почему-то не могу боже вы посмотрите это бордовый с коричневым великолепный спасибо мальчики девочки кто мне упаковывал заказ прям очень приятно так вытаскиваем один сверток второй сверток третий сверток и здесь коробочки коробочки и перечень того что я заказала это я потом по наименованием проверю но сколько заказывала ни разу меня такого не было чтобы что-то не доложили или другое положили ни разу такого не было так сейчас я открою красотину вот это упаковка вот это красота чтоб уж наверняка здесь у меня две баночки я увидела что у арт-блонг есть силиконовая паста почему-то раньше не обращала на это внимание возможно она уже давно на 10 магазине так что здесь у меня куда-то собралась стеклянные стеклянные банки я впервые вижу чтобы силиконовые пасты айгам были в стеклянных баночках везде у всех производителей они в пластике слышите это стекло класс вообще так значит соотношение один к одному в принципе как и у всех хранить закрытой таре компонент а беленький компонент б синий ну что ж будем тестировать с вами совсем скоро будем тестировать так ну давайте я сначала открою коробочку тоже коробочка арт-блонг как приятно здесь у меня все для часиков смотрите он сейчас поближе покажу это цифры золото два сантиметра если не ошибаюсь нет это три наверное золото серебро тоже циферки красивые четыре сантиметра и стрелочки стрелочки серебро вот такие вот потрясающе смотрите классные чуть поменьше в золоте также золото вот такая сова я их называю эти стрелки очень красивые серебро и две парочки серебро и золото такие вот капельки красивые вот я надеюсь что вам видно так ярко сегодня на улице я зайду за навешиваю шторы но все равно засвечен кадр постоянно у меня я мучаюсь так это распаковали теперь открываем вот это все суршит скрипит это еще не все боже мой пока распаку лишь от нетерпения можно умереть но зато все приходит отлично так смотрим на этих кроссовчиков ложь смотрите боже мой боже мой это что-то девочки вы только на это посмотрите какой великолепный молд боже какие у него края шикарно вообще супер боже боже класс так такой прям он большой честно говоря когда заказывала даже не обратила внимание сколько в диаметре мне казалось что это подстаканник а здесь ну вот если готовое изделие мерить до по готовому изделию будет 18 с половиной сантиметров 18 18 с половиной посмотреть какая подставочка будет у меня красненькая радуюсь как ребенок так ну и два подстаканника подстаканники тоже с красивым краем отцепись но этот край если здесь вот он такой вот рифленый большой да можно сказать то здесь фигурный то здесь в этих подстаканников это кристаллические края смотрите с кристалликами классно 1 и 2 и кстати хочу обратить ваше внимание так это у меня подстаканник был номер 805 вот этот вот вот этот подстаканник номер 804 и а большой а большой у меня 811 вот этот вот по номерам если так вот этот этом блюдо подставка я не знаю он очень глубокий мне кажется даже сантиметра два с половиной будет по толщине 2 точно будет то эти подстаканники они не глубокие они достаточно мелкие смотрите мне кажется вот этот немножечко поглубже а вот этот совсем мелкий тоненький честно говоря я ожидала что будет он чуть повыше ну ладно в общем мои красоточки прибыли не переключайтесь силиконовую пасту мы будем тестировать в следующем видео а сегодня мы с вами зальем вот этого красавчику посмотрите какой он классный все пойду готовить смолу и будем с заливать вот этот поднос подставку блюдо все что угодно так ну что я к вам вернулась сейчас будем заливать этого красавчика я развела смолу точное количество смолы которая понадобится для этого молда указано на сайте можно брать поменьше так что здесь на ваше усмотрение я уже все хорошо перемешала так забыла взять горелку теперь можно приступать смотрите значит так как у меня в подарок мне положили глиттер такой вот темно-коричневый бордовый очень красиво переливается в общем я решила заливать взять перламутровый пигмент вот такой вот винный смотрите какой красивый и я думаю сочетание будет неплохое использовать еще белый краситель в общем сейчас будем с вами экспериментировать так салфеточки и сейчас будем смешивать я буду заливать делать классическую заливку так сейчас у меня стаканчик лопнул классическую заливку очень простую я думаю что многие девчата которые уже заливали ой как неудобно то а уже заливали такой эффект так отливаю понемножку два стаканчика и сейчас буду их окрашивать вот это все вот это вот всю эту красоту так в один стаканчик нужно немножко побольше там у меня будет белый краситель во второй где поменьше я добавлю перламутр будем с вами делать красивый перламутровый цвет с белым оттенком как видите добавляю на узком шпателе прям две хорошие такие жменьки на кончике и хорошенечко перемешиваю боже мой посмотрите какой он классный обожаю этот пигмент для краски с ним постоянно получаются классные работы я надеюсь что и в этот раз у нас сами все получится будем делать яркий яркую подставку летнюю и следующим разом следующее видео обязательно его сниму обязательно залью я планировала пока я увидела вот этот глиттер я планировала здесь залить сухоцветы но таким определенным красивым способом и раскладку сделать необычную все сухоцветы сушу сама если интересно заглядывайте на бусти это обучающая платформа за подписку там открываются все нужные важные интересные уроки мастер-классы там на разную тему и сервировка и сухоцветы и лайфхаки кстати я делюсь там своими какими-то наработками из своего опыта чтобы облегчить так белый смотрите делаю плотные достаточно каплю хорошую беру на кончике шпателя так вот вернемся к бурсте пока я размешиваю там есть раздел для новичков с теорией конкретно где я рассказываю все очень подробненько есть раздел с лайфхаками делюсь какими-то нюансами интересными полезными из своего опыта отталкиваясь также есть там по картинам интересным раздел если вам тоже интересно заходите елочные игрушки сушим цветы зелень в общем все по сушке а также есть раздел флюид арт если интересно тоже можете зайти там есть можно подписаться то есть оформить бесплатную подписку можно без подписки платной можно оформить платную подписку есть бесплатная подписка по которой видны все уроки для тех кто подписан есть в свободном доступе уроки за которые платить ничего не не надо в общем так у меня готова ну что приступим иди-ка красавчик к нам сюда сейчас мы тебя зальем какой он я прям не могу налюбоваться я здесь добавила вернее взяла еще ко мне такая такие вот красные крупные камни и полупрозрачные овальные такие красивые мы посмотрим в процессе будем их добавлять или нет так выливаю белый цвет смолы хорошенечко прям распределяю все до последние капельки и стаканчику чтобы у меня ничего не пропало так вот убираю пузырьки если толстая такая вот толстослойная заливка как в этом случае достаточно глубокий молд то пузырьки лучше убирать на каждом этапе и стаканчики и конкретно в самом изделии послойно когда наливаем так теперь выливаем красивенный наш винный перламутр центр тоже все до капли какой он красивый если бы камера передавала этот оттенок убираю пузыречки и теперь бахаем сюда нашу прозрачную смолу прямо в центр смотрите что у меня будет получаться вот так вот до самых краев немножко смолы оставлю и сюда положу сейчас глиттер у меня пока у меня не стянулась все пока у меня не пошла реакция возьму сначала немножко потому что не знаю пока какой он тяжелый или легкий обычно глиттер и все очень легкие они всплывают на поверхность здесь сейчас посмотрим окно я думаю что достаточно и добавлю камни смотрите узор уже начинает стягиваться к центру красные крупные камушки добавлю несколько штучек 33 или побольше пока пока хватит сейчас посмотрим добавлю еще этих вот красивых овальных красненьких их уже добавлю чуть побольше то есть получается у меня серединка сгруппирована из трех скажем так составов на из трех компонентов глиттер это самый мелкий далее крупные камушки и камушки поменьше то есть три варианта вот теперь прохожусь горелкой и смотрите как сейчас пойдет красота вы посмотрите что у нас сейчас с вами будет и наблюдаем сейчас за стяжкой как я обожаю такие моменты когда узор начинает формироваться это так красиво смотрите на ускоренные съемки а я помолчу ну что смотрите какая красота ну и так как у меня осталось немножечко смолы конечно же я ее хочу использовать вот в этом молдике который мелкий мне конечно наверное не хватит всего прям состава ну мы сейчас с вами попробуем тоже залить так добавлю немножко прозрачный сюда зайдем такой же маленький вернее таких же оттенках так я не добавляю красители прям вот как есть стаканчики сюда в остатки добавила смолу прозрачную сюда тоже вот и сейчас мы с вами зальем 2 так вот сейчас подстаканник блюдо трогать категорически нельзя но я рискнул чуть-чуть его подвину собственно говоря для этого я и укладываю салфетки вниз под сам молд чтобы мне удобнее было при желании передвинуть так ну что давайте теперь сделаем эту красотку выливаем перламутр винный по краешку насколько хватит здесь конечно прям совсем-совсем остатки чуть-чуть я только добавила прозрачный но посмотрим что у меня получится давай нужно помочь шпателем сейчас мы тебе поможем где немножко не хватает добавим так вот это вот нужно убрать будет мешать нашему узору вот белый ну белого здесь у меня совсем мало поэтому я наверное все таки добавлю еще смолы пусть она будет такая полупрозрачная белая смотри как здесь красиво узор уже стянулся еще буквально в течение 30 минут он будет работать так и проливаю внутрь все теперь оставшуюся прозрачную выливаю в центр и будем формировать серединочку конечно не хватает у меня смолы прям вот чтобы по весь бортик был узор чтобы пропечатались вот эти кристальные кристаллические красивые края ну что поделать так уж получилось добавим сюда камушки и тоже добавлю немножко глиттера который сегодня получила совсем чуть-чуть и перемешаю здесь серединку делаю чуточку побольше погуще так сказать потому что смолы мало осталось вот убираем пузырьки и сейчас я хочу немножечко смогу подтолкнуть как бы у меня получается закругленный краешек а я хочу чтобы у меня был как бы остренький немножечко совсем чуть-чуть не цепляю много смолы шпателем вот совсем капелюшечку вот чтобы он чуть-чуть чуть-чуть у меня стал плоским все ну контрольно здесь прогрею смотри какие ячейки уже собрались очень красивые будем смотреть завтра уже во время демолдинга что у нас получилось с обратной стороны потому что вообще все пигменты перламутровые неважно все пигменты вот такие сыпучие они очень тяжелые они опускаются туда на лицевую сторону и как вариант мы с тобой вытащим заливку и там будет просто один перламутр белого вообще не будет бывает и такое посмотрим это всегда очень интересно всегда загадочно так что увидимся в следующем кадре так ну что дорогие мои пришло время посмотреть наши заливочки мы начнем сначала вот с этой вот маленькой из остаточков смотрим что у нас получилось нежно как смотрите как красиво и очень красиво переливается краешек ой как здорово теперь буду заливать полностью на всю высоту молда потому что здесь у меня не на всю залито я думаю будет вообще потрясающе смотрите какая поверхность даже без финишного слоя глянец идеальный такая вот красота так ну и это значит что хочу сказать сразу смотрите из-за большого количества смолы здесь смола немножко деформировалась то есть она в центре закипала где был более толстый слой поэтому учитывайте это при заливке используйте либо толстослойную смолу которую которая долго застывает это как правило смола для столешниц для такого объема либо же заливать немножечко поменьше так вытаскиваем какой хруст потрясающий вот он наш молдик классный боже какая толстенькая получилась заливка смотрим еще раз узорчик с лиц с тыльной стороны с изнаночной и вот так вот выглядит с лицевой стороны посмотрите какая красота боже как мне нравится вот этот вот край девчат прям цветочек у меня в руках правда очень красиво тоже опять же из-за того что смола немножечко закипела видите какой толстый слой сантиметра два наверное здесь есть небольшая деформация на поверхности вот видно ямочки вот нужно заливать финишным слоем покрывать и вот такая красоточка у меня получилось так ну что на сегодня пожалуй видео слишком большое я уже закончу в следующем видео мы с вами вместе будем тестировать силиконовую пасту от арт блонг так что обязательно загляните ко мне на канал чтобы посмотреть это видео всем желаю хорошего дня веселого настроения пусть у вас все всегда будет отлично я с вами не прощаюсь совсем скоро увидимся пока пока